Подсвечник Чему мы здесь учимся? Мы здесь очень хорошо учимся композиции, то есть композиционному построению. В чем оно заключается? У нас есть основа, стекло или что-то подобное. Вы можете использовать для этого и пластик, но с пластиком будьте осторожны, потому что когда вы будете лить расплавленный воск, то пластик может покоробиться, свернуться, погнуться и так далее. Мы тоже делали на пластиковых тарелочках, но на нее на саму тарелку много не нальешь. Все может расплавиться, растечься. Это еще зависит от температуры пластика. Здесь у нас, конечно, в основе композиции это свеча, наша красивая большая свеча. Дальше, так как у нас про Новый год, у нас идут елочные игрушки. По пропорциям здесь самые большие елочные игрушки вам как раз подходят. Плюс там еще есть мелкие, то есть мы их будем добавлять. Потом у нас идут шишки, естественно. Шишки, вот посмотрите, всякие разные шишки я вам принесла. Большие, меньшие и то есть другого вида там. Разного вида шишки. И вот еще шишки. Сухоцветов очень много. Плоды всевозможные, корица, дольки лимона. Это все про Новый год. То есть у нас что про Новый год? Это какие-то символы года. То есть это у нас шишки, елочные игрушки. Плюс дальше мы добавляем природный материал, орехи и плоды. Которые у нас символизируют, естественно, что? Изобилие, благополучие, благосостояние в доме. То есть плоды, плоды, да? Еще у нас есть очень красивые плоды, если кто-то захочет яблочки. Они очень часто используются в новогодних композициях. И, конечно же, очень красивые ягодки в трех видах, которые мы можем потом точечно добавить в композицию. И все это, все это, все это, естественно, про Новый год. Самое главное вам построить сейчас композицию. Мы это все, естественно, приклеиваем, но приклеиваем не сильно. То есть не надо горы клея лить, лишь бы это держалось. Потому что, когда мы это все зальем воском, это в одно целое скрепится и никуда не денется. В чем это плюс? Плюс, что меня сподвигло вот эту технику, как бы не изобрести ее, на самом деле, воскование часто используется, но именно вот так воскование я использовала. Мох. Я стала делать композицию, и мне очень захотелось добавить мох. Мох, как вы знаете, он высыхает, он теряет свой вид, то есть он блекнет со временем. А если его покрываешь воском, как ни странно, он свою структуру сохраняет. То есть вы кусочки мха можете добавлять в композицию. Мы когда польем это все, это все соединится воедино и целое. В чем плюс этой композиции? То, что она очень хорошо держит внешний вид. Что лежит в основе композиции? В основе композиции лежат крупные и мелкие элементы. Конкретно. Крупный шарик, шарик поменьше. Крупная шишка, шишка поменьше. Старайтесь, чтобы у вас не было... А там есть шарики вообще? Там нету, там шишки. Можете не использовать шарики новогодние. Старайтесь, чтобы у вас не было двух одинаковых элементов одного размера. Это особенно к крупным относится. Потому что там не будет контраста по размеру. Здесь мы работаем таким образом, что у нас сильного контраста по цвету нет. У нас контраст по размеру, большой, маленький. И у нас контраст по фактуре. Гладкий, колючий. А вот я, значит, там уже сложная. Ну, это допускается, да? С мелкими элементами мы допускаем. Но если ты положишь два одинаковых шарика рядом, это уже будет некрасиво. Больших. Да, два больших. Мы к большим элементам это относим. Плюс у нас есть скелетизированные листья. Вот вы видите скелетизированные листья, да? Их мы клали как? Вниз композиции мы их выкладывали. То есть ни вверх, ни как-то. Если мы их воском сверху польем, они некрасиво будут смотреть, сразу говорю. То есть как я делала, как я рекомендую делать. Они слегка видны из-под нашей композиции. Как бы листья, то есть осень прошла, на осень лёг Новый год. Смысл такой, поняли, да? На листья опали шишки. Листья опали, шишки упали, да. Дальше, как мы используем весь этот материал. Как мы используем весь этот материал. Здесь, возможно, есть и крупные, и мелкие плоды. Подайте мне вот это вот кому. Вот это что такое у нас? Это какие-то желуди, шишки, шапки, шапки желудей, что-то такое было написано. Мы можем это резать, смотрите, очень просто. То есть нам, ну, он крупный, например, этот элемент, да? Это мы режем. Вот это вот еще длинненькую палочку. Ну, как бы такая лопатка приличная, большая, например, для нас. Да? Да. То есть расслаиваем ее. Разрезаем ножницами. Такими ножницами можно здесь капать. То есть мы все как-то расчленяем. Если мы берем мух, то мы кусочек мха отрываем. И мы его не кладем сверху вот такой грязью, а мы его вниз, а вокруг уже другие элементы. Чтобы только вот эта зеленушечка хорошенькая была видна. Дальше. Корицу. Подайте мне корицу. Если корица в подлиннейшем месте, не берешь. Слишком длинная. Ну, куда? Мы ее разрезаем. Но, опять же, ножницами ее не переключишь. Поэтому мы ее как бы подрезаем ножом. Ну, или у Лены пилка есть, спецпилка, но так вроде быстрее порежут. Вот видите? Ножницами мы ее все равно, мы ее сломаем. Красиво. Вот это мы обрезаем, как нам надо, по количеству. Тоже можно секатором резать. Даже разрешаю. Ягодки. Следующий, следующий материал. Шишки. Шишки вы пока резать не будете. Здесь все, в принципе, основное целено можно использовать. Желуди. Шляпки у них отдельно отвалились. Можете соединять, если хотите. Можете шляпки использовать, опять же, отдельно от желуди. Вот это выкрашены. Да, это выкрашены. Знаете, это из ароманаборов какие-то продаются, а они уже все выдохлись. Тут то, что вот осталось. Вот такие вот всякие элементы разные принесла. Может пригодятся, да. Такой синенький цвет его можно добавить. У нас куча. Вот это хвостики тыквы распиленные. Угу. 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 Делаем так. По принципу нравится, не нравится. Потом советуемся, корректируем. Самое главное, чтобы это выглядело красиво, эстетично. С мохом очень аккуратно работаете. С другими элементами аккуратно работаете. То есть делаем и, так скажем, душой и сердцем, но, тем не менее, умом тоже фильтруем. То есть понимаем, почему это так, почему это так и так далее. Горячие пистолетики мы сейчас включим и все будем чуть-чуть приклеивать на горячий пистолет. Потом, естественно, все будем завосковывать, но это уже в конце. В основном это буду делать я. Я покажу, как это делается. У меня там плиточка есть. Надо кастрюлька для вкусного воска. Все. В добрый путь. Если сложно, я могу на ваших глазах набросать вот здесь вариант свой. Набросать? Может быть, да. Хотя бы, чтобы понять, с чего получается. Начните с шариков. Смотрите, у меня классика жанра. Красный, бортовый. Мне нравятся вот эти листья, но мне не нравится вот эта покраска странная. Я ее прячу. С одной стороны, она будет у нас этот переход не виден. То есть сильно листья я не выкрасываю за тарелочку, потому что они же хрупкие. У меня вопрос, а если вот свеча когда сгорит, там эти листики не выплавятся? Нет. А это натуральные листья. Они скелетизированные. Скелеты. Мы даже в природе такие встречали. Бывает такой раз, лежит скелетизированная листья. Конечно, сейчас у меня будет падать. лимончик. Да, мы еще не забываем, но вот сейчас я просто как бы набрасываю интегрировать материал друг в друга. То есть как бы соединять его, не просто вот так вот как бы рядами располагать и так далее. Все примерно понятно, да? Основные элементы вырисовываются в композиции. Это, конечно, если мы вот так убыклась и вот так будем. Вот так вот это интересно. Это, конечно, куда-то вниз. куда-то как-то она откуда-то у нас выглядывает, например. Сложно делать, когда она к тебе спиной. Когда делаешь поэтапно, оно вообще получается, постепенно. То есть у меня-то сейчас, конечно, ничего не приклеено. Смотрите, тут еще есть звездочки и бусинки. Да, но это потом в финале. Не увлекайтесь. Здесь, ну, конечно, не это стиль, но тоже очень много как-то красиво просматриваются. Каждый элемент он должен как-то красиво просматриваться, да? То есть он тут не случайно сделан. Цвет шариков может же быть различным, да? Ну, давайте как-то в одной цветовой гамени работаем. Ну, то есть не красный, а синий, например. Они должны друг друга как-то поддерживать. Красный, золотой. Да. Да, придешь. Да. Смотрите, примерный вариант. Я обязательно так же делаю. Ну, то есть потом сверху мы еще там как-то приклеим коричку, интересную, например, расположим. Просьба такая. Пожалуйста, на шарики, на шарики. Вот так вот не надо делать. Бантики не клеить. Бантики не клеить, да. Вот так не надо делать. Это не есть вообще хорошо. Просто не делайте так и все даже в часы. Все, шар он цельный. Он должен быть как бы свободен. Все, вперед. Тут достаточно материала. Шишки. Крупные, мелкие. И вообще можно... Что с шишкой? То есть смотри. Там вот всякие плоды есть. Вам сейчас самое главное основные элементы выложить. И вот вы выложили основные элементы, даже вы просто их выбрали. И вы говорите. Вот. И я вам говорю. Да. Здесь достаточно. Вы приклеили, а потом уже пошли мелкими работать. Потому что так, конечно, оно не будет ничего лежать. Такое простое правило. Контраст бывает по цвету, да. По цвету, да. Понимаете, что такое? Два разных контрастных цвета. Оранжевый и синий. Шикарный контраст? Нет. Вот. Девушка такая пройдет мимо. Вы обязательно заметите ее. А почему? Желтый-синий. Ну, давай желтый-синий. Ну, давай желтый-синий. Чуть же вообще оранжевый. Нет. Сильный контраст. Согласны, да? По цвету. Два разных цвета. Контраст. Контраст по размеру. Большой-маленький. Что-то большое, что-то маленькое. Идет вот такой вот дядя. А с него вот такая маленькая тетя за ручку. Большой контраст. Ну, да. Вы заметите сразу. О, боже, какой контраст, скажите мне. О, боже, какой мужчина. Да. Дальше. Контраст по фактуре, то есть по поверхности. Поверхность какая бывает? Гладко-шершавая. Вот, правильно. Гладко-шершавая. Колючая, например. И что-то такое прям... Можно я ее покатываю? Я не знаю. Пушистая. И гладкая, например. Но визуально, вот, например, если мы вон ту шишку возьмем, которая вот на листе лежит, Наташа, подай нам. А вот она есть. Шишка в листе. Вот, смотрите. Как она смотрится? Она какая? Колючая. Колючая, правильно. А так? Гладкая. Так уже более спокойная. Так вот, наш глаз устроен так, что когда мы видим контраст, мы его всегда замечаем. И если мы добавляем в композицию динамики, то есть в композиции есть контраст. Вот по этим трем признакам. Но у нас тут по цвету не будет большого контраста. То есть мы не сыграем по цвету тут так сильно. Мы сюда можем добавить динамику. Чем добавляется динамика? Движение. Движение. Что такое движение в композиции? Движение. Это какие-то вот эти вот все штуки. Композиция же стоит. Композиция же стоит. Она же не двигается. Почему мы там движение видим? Что двигается? Когда смотрим, что у нас двигается? Что у нас двигается? Глаз. Глаз движется. Глаз двигается. Глазом. По орбите. Глаз двигается по композиции. Глаз изучает композицию. Глаз изучает композицию. То есть мы добавляем туда движение, вот этими штучками, например, мы добавляем какие-то линии, движение. И глаз у нас начинает очень плавно двигаться, и нам интересно композицию рассматривать, интересно, интересно, интересно. И мы ей любуемся, наслаждаемся, любуемся, да. Нет, вы когда, например, что-то не получается, да, вы вот пользуетесь простыми этими правилами, и все будет получаться, на самом деле. Почему я вам принесла разные шишки в разные по размеру? Вот те, кстати, шишечки, которые белки объели, вот по правую руку Натальи, мелкие белки объели, классные. У них остались такие вверху, такие кусочки, а вот эти тоже. Еще, когда мы располагаем материал, мы смотрим и стараемся его располагать не однобоком. Ну, например, две шишки, рядом стоящие, смотрят в одну сторону, и они одинаковые. Как-то под разным углом мы эти шишки наклоняем, и уже лучше, то есть они смотрятся естественно. Не как солдаты в ряду их выложили, дрынк, выстрелили, сразу чувствуется рука человека, да. А нам надо, чтобы чувствовалась рука творца, как вот в природе она упала, и смотрится естественно и красиво. Дальше, мы не располагаем элементы одиночки. То есть это относится у нас только к главным элементам, один большой ко всевышам. Все остальное, например, если вы использовали вот такую шишку, вот такую шишку, ну, это еще можно одну оставить. Если ты вот такую одну использовал, то ты еще одну мне подружку добавляешь. То есть она будет как один одинокий элемент, который не повторяется. То есть все элементы, они должны друг друга поддерживать. Один орешек положили? Правильно, второй положили. Люба, хорошо. Только вот эти вот три шишки, однозначно, рядом стоящие. Хорошо, ну, чем-то их какой-то, что-то мы в них потом добавим, прям на них или в них, или какое-то движение. Они вот туда сухи. Нет, этого мало. Корица тоже одиноко смотрится. То есть корица еще сверху корица. Яблоко сзади, оно спрятано, яблоко. Его бы вывести на передний план. Как его вывести на передний план? Подумай. Чтобы они не съезжали, держались. Это, конечно, все потом, ты можешь сейчас не разбирать, а просто делать так. Приподняла, зафиксировала. Приподняла, зафиксировала. Внутрь, вниз, да? Чтобы это все, когда мы будем лить, не делалось ничего. И чтобы сверху, например, ты сейчас какие-то мелкие будешь приклеивать, они же просто расползутся в композиции. Повторяй материал, да? Всего по чуть-чуть. Кора одна, ее еще где-то можно повторить. Шишка одна, ее можно повторить. К этой можно маленькую подкинуть. К этой тоже можно. Долька опорстина одна. То есть, я согласна, ты просто закопала, и ты еще наложишь сверху композиции. Если ты не хочешь делать большую композицию по всей чашке, не надо. Но тут мало, как бы, я тут вижу только яблоки и вот шишку. Просто мало материала. Он может быть с компономом, ну, компактно, да, ближе к свече, не вопрос. Но шишка одна, шишка одна. То есть, повторяю его. Да, потом поверху у вас, когда пойдут ягоды, мне надо будет сейчас приклеить, на чем ползать. Так, тут одиноким смотрится шарик. Такой, голодой. Сам по себе, по фактуре, он очень сильно не подходит к этому муку. Я бы чуть-чуть мух утопила туда внутрь, или бы чуть-чуть здесь проредила. Так, и надо, значит, больше нового года туда забавить. Можно? На свечку можно? Ну, нежелательно можно. Это все потом будет гореть, плавиться. Ну, лучше сама по себе свеча. Во-первых, ты ее не приклеишь на свечку. Свечка расплавится просто на горячий пистолет. Ну, можно так. Потому что он один шишка, один шарик. Мы когда смотрим, вот вторая шишка. Но ее не видно. Я вообще хотела вот так вот, как мочи. И думала, а чем их поднять? Я хочу вот здесь прям, чтобы они повыше были. Чтобы они их могут поднять. Ничего себе, Маш, я корой тут обложила, чтобы они свежели там сверху. Как-то много тут, тут что-то появилось. Точка. Белый? Почти на одном расстоянии. Белый? Да ты знаешь, белый как-то не видно особо. Красиво. Нет, так вот хорошо. Нет, хорошо. Не знаешь, даже чего убрать, чего добавить. Можно. Чуть-чуть его пострижем, вот так. Потому что он у нас будет висеть просто с тарелочки. Подожди, я уже немножко. Да, я не располагаю, все нормально, да? Только почу. Она приклеена? Не волкается. Вот, наверное. Сюда клеили, клеили, прям клеили. Просто немножечко надо подсобрать. Таким образом. Вот, например. Смотрите, как я интересную придумала. А, да. Можно так шляпку. Шляпку. Ягодки, да? Очень маленькие. Группами немного лучше смотрите, чем одиночками, да? Кажется, даже вот здесь какой-то коррепилы. Лучше так. Нравится? Да. Поняла, да? Целостность какая-то появилась. Потому что когда ребрит все в глазах, тогда глаз теряется, перестает смотреть на композицию. А дальше уже звездочки, например. Про Новый год, например. Не просто вот так их рядом или как-то под разными углами, да? Их надо поиграть. Под разными углами. И как-то приклеить. Ну, смотри, сына. Так, смотри. Ну, я их просто держу, потому что невозможно им попадать. А у меня это не приятно. Почему? Что-то приятно. Они берут на себя акцент хороший. Смотрите. Можно обливать сразу же, прям сильно раскаленным воском. И будет образовываться тоненькая пленочка, практически невидимая, да? Вот как на втором варианте мы смотрели, со свечой, которая не облита. Просто облита композиция. И фактически не видно. Как только температура воска понижается, он становится более густым. И мы когда обливаем, он у нас в капельки, в капельки стекает. То есть, если вы хотите такой слой хорошенький, чтобы капельки стекали, чтобы прямо вот воск было видно явно, то чуть-чуть он должен приостыть, воск, не совсем раскаленный. Или лить, лить, лить сверху, да? И он вот сейчас, он очень быстро остывает на самом деле. Вот он сейчас раскалится. И вы посмотрите его в разных состояниях. Вот. И вы сейчас подумайте сразу, какой эффект вы хотите достичь. Сильный за воскованность или такой слегка, чтобы явно со свечи капало или нет. Потому что проблема в том, что если, например, воск леп не так, как вам надо, что делать? Соскребьте вы его со свечи или с элемента уже не соскребете. Это бесполезно, он застыл каплями, ну, некрасиво, все, не хотим. Что мы делаем? Мы раскаляем воск сильно-сильно, и на вот эти вот капли, которые не там легли, льем жидкий воск, и это все растекается. То есть, это все уходит. Понимаете? Все, фишка. А сами, кто хочет сам, пожалуйста, кто хочет, как бы первый раз сам побаивается, я могу показать, вы, например, можете продолжить. Сейчас посмотрю. Самые обычные, обычные, хозяйственные свечки, да? Да, белые просто. Угу. Так, кто смелый? Так, чтобы у меня виден был воск. Угу. А, ну, тут тогда можно не бояться. Лить, лить. Я тебе покажу, да? Еще, самое главное при восковании штоф. Вы, кстати, вот такие вот шарики, как ты взяла, сверху такой, блеском всякие посыпаны. Я еще не пробовала восковать. Может быть, другой эффект. Он может поблесть, блеск просто, он может скатиться. Ну, тогда мы их не будем трогать. Кого? Шарики с блеском. Да, вы когда берете материал, вы смотрите, он вообще его реально восковать. Лучше сразу проверьте, капните на него, потому что может быть другой эффект. Природный материал, да, ему ничего не будет. Вот эти вот искусственные яблочки, и это, они могут поленько пошипеть, но сильно много на них, сильно раскаленно лить не надо, чтобы не расплавилось, чтобы поверхность не облезла, да. Свеча, да. А еще какие-то элементы пластиковые, что-то такое тонкое, пластиковое, может быть, не тот эффект. И еще надо смотреть, как будет застывать, вот мы сейчас мох будем, да, мох, он будет так дыкс, на него капаешь, он так пропитывается, и он как-то раскрывается, вот его вся структура дыкс. И он будет такой жесткий, не будет такой мягкий, не будет такой лохматый смотреться. На какой консистенции? Просто должен просто сплавиться или как? Да, вот он, жиденький. Скоро свечку видно, нет? Так, айси. Так, самое главное, вовремя остановиться. Поехали, смотрим. Смотри. А, просто его можете? Да. То есть, в принципе-то, ничего сложного, да? Нет. И ничего страшного. Нет, главное, сюда лить, куда надо. Ага, а куда надо? Просто равномерените все, да? Ну, это уже смотря какого эффекта вы хотите застечь. Может, равномерененько он у вас застынет, как бы такая пленочка. Видите, уже пленочка? Вот видите, уже какой-то шарм появляется. Ага. Классно. А вы просто равномерно хотели, да? Чтобы у вас было? А она сейчас сама доделает, как ей надо. Я считала, чтобы видно было, что воск залит. На свечку льем. Угу. Капля крови собирается. Угу. Вот, очень хорошо. Упс. Достаточно свечки, она у вас кажется, сверху. Красная буска внизу. Не целиком из этого буска. В принципе, мы же можем залить белым. Иди, Саша, попробуй. Видите, она подсыпает это, и уже более видно на свечке. И вот нужен эффект такой сильный за вас полностью. Поэтому мы сейчас плитку выключили. И таким будем остывшим русском работать. У нас сейчас уже подстывает. Как говорится, делаешь, не дышишь. Вот, видишь, вот тут он застынет. Угу. Не будет много, да? Ну, лишней надо много, да. Ей лишней не будет. То есть, какие-то моменты можно просто заливать. Вот, видишь, он прям измелый. Да, вот сейчас накапливаем. Получается, воск, он как объединяющий, да, идет? Всю композицию объединяет. Ну, да. Его как бы и видно, и не видно. На самом деле. Даже если тонким слоем мы его покроем, его не сильно явно видно, но есть ощущение, что как-то вот это не просто так собрано, приклеено. Что-то чем-то покрыто, каким-то, может, средством специальным. То есть, люди сразу не думают, что, например, это воск. Что все так просто, это не кажется? Да, да, должна быть какая-то технология в работе. То есть, загадка, когда непонятно, как ты сделаешь, то есть, чего. Попробуем, да, я буду смотреть. И плюм-плюм-плюм. Вот как их вот так вот все сделать? А ты просто, ты хочешь, чтобы они у тебя везде подзависли, да? Ну, вот такой вот эффект. Какая-то сейчас не нравится. Она остывает быстро. Ну, что, все, наверное. Ступаю на свечку. Чуть-чуть на свечку клею. Маленькие порции на свечку. Попробуем. И подуй. Раздуй его. Хорошо. Да, воском можно обкапывать все, что угодно и как угодно. То, что, как он делает объект фактурный, например. Вот такая квадратная подставка, если честно, какая-нибудь хорошая фактура, хорошенько какой-нибудь цветной свечей обливается. Все это обкапывается сверху. Например, наверху можно расставить какие-то красивые свечи. Все. Ну, все, композиция готова. Потом еще в центре сальешь. Ну, все, почувствовала, да, как воск работает? Можно отдельно вот какие-то, вот сейчас воск достаточно хороший, густой, какие-то отдельные части, например, прям залить в композиции, например. Чтобы они прям были там, как будто там плавают. Еще середину закручу. Она уже стихнет. Отставай. Лучше не это, не разглаживай. Пусть он как ляжет, так ляжет. Я думаю, что сейчас он подтопится, и мы еще вот туда ложечку нальем, чтобы серединка подразмылась. Вот так вот. Она явно была такая. Стечет все. Ну, где-то стечет, где-то все равно останется. Ладно, потом сейчас моем чуть-чуть. Это, наверное, как Саша хотела. Чтобы было. Ну да, вот гусь он лучше. А этот он прям, он тает поверхности какой-то. Когда он жидкий, он прям плавит поверхности, в том числе и свечу. Я жду, как хозяйка скажет. Не моль чай, то мы сейчас тут наваяем без тебя. И все остальное тоже густо? Ну иди, иди сама попробуй. Нет. Тут прям сильно-сильно уже воск пошел. Надо летать. Чуть-чуть сейчас подразмливаем. Он прям на ходу уже, на лету уже застывал. То есть бывают баллончики спрей, да, пищу? Вы знаете. А у нас просто с этой части нет. Такую перечню. То есть, верно. Здесь рыбочки такие, чтобы много не искалось. Смотрите. Можно на уар для волос. Спрея клея у нас нет. Лак для волос. Он, конечно, очень вонючий. И очень быстро надо с ним работать. Попшикали и сразу сыпем. Попшикали и сразу сыпем. Причем пшикать надо таким хорошим слоем, чтобы он прям тек. Да. А это ПВА с водичкой. Просто клею обычный ПВА с водичкой. Сколько она? Сколько она налила? Ну, ПВА, наверное, вот столичка налила и водички. Один в двум, например. Да, чтобы быстренько тоже было. Опять же, тут проблема. Мы забиваем полиделизатор. И после того, как мы все это попшикали, мы быстренько промыли вот эту штучку, чтобы она не засохла. И все, и убрали до следующего раза. Тут, получается, можно точечно куда-нибудь засыпать снег, ну, например, вот сюда. В этом месте мы смачиваем очень хорошо. И начинаем сыпать. Еще, например. И он приклеивается, да? Да. Ну, конечно, он не весь приклеивается прям так сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно. Сверхний слой все равно, так скажем, слетит. Да-да. Ну, если что, мы не сыпем, потому что мы предполагаем, что мы не будем его за это. Ну, он сдуется, он сдуется со временем, то есть его не будет много. Бывая, будет прозрачный, я видел, будет только снег. Да. Бывая, он прозрачный за снег. Зато теперь однозначно про Новый год, да? Ты можешь поснежить, например, чуть-чуть вот края, да? Вот, наши композиции готовы. Все, как обычно, разные, необычные, с разным эффектом. Смотрите, кто-то захотел большой такой сильный эффект завоскованности. То есть заливаем свечу. Здесь заливаем свечу, опять же, не сильно раскаленным воском, а уже чуть-чуть слегка остывшим, чтобы он застывал, прям остывал на свече, иначе просто это все стекает. Снежка мы добавили очень хорошо, Новый год, про Новый год получилось. Здесь у нас получается такой легкий эффект завоскованности. То есть один раз мы свечу покрыли воском, и она немного цвет свой поменяла слегка, то есть она стала такая более матовая. И сама композиция, то есть тут воска не видно, видно такой блеск. Сама поверхность, ну, как бы, на первый взгляд, непонятно, чем покрыта. То есть не совсем догадываешься, что воском, да? Просто такой эффект интересный, красивый, глянцевый, новогодний шарм такой. Так, дальше, ну, тут у нас тоже свечечка такая хорошо завоскованная, воск виден, воск проявлен, то есть везде он у нас здесь присутствует в композиции, на шишечках. Здесь у нас тоже небольшой эффектик такой, хорошо получилась необычная композиция, такое движение. Тут тарелочка более открыта, да, то есть мы ее видим, тут вот снежиночки на ней что-то проявлено на тарелочке, то есть тут композиция более компактная и немножечко другой формы. Ну, у всех всегда получается по-разному, потому что люди же мы разные, все разные, видения разные.